Здравствуйте, друзья! Вы видите нашего админа Сергея. Рядом с ним лежат три такие тоненькие книжечки, написанные нашим обидчиком на Амазоне, которые, черти что видите, Java, For Selenium Web Driver, лажа полная, не Selenium, ничего. В общем, короче, мы сейчас их сдаем. Для того, чтобы их сдать, мы вот распечатаем вот с экрана. Мы пошли на Амазон, говорим, хотим сдать. Агит, пожалуйста, никаких проблем. Я написал в описании в причинах, я написал, что название не соответствует содержанию. Нам дали вот эту лейблочку, покажите нам лейблочку. Мы ее распечатали, но отправлять ничего по почте мы не будем. Там, кстати, надо сказать, среди тех возможностей, которые были по отправке, по возврату книжки, там была возможность, что они придут, заберут. Это там за 2 доллара они могут забрать, за 1 доллар, я не помню, что там. Да, можно отсюда забрать, они могут сами забрать. Ну да, но это стоит там 2 доллара. Мы для фану и для этого видео отправимся сейчас в магазин какой? Это не в магазин, это возле нашего офиса. А мы можем... А где возле офиса? А возле офиса у нас есть их ящик. Амазона? Да. Не Амазона, а УСПС. А, УСПС. Я думал, мы положим в ящик самого Амазона. А, нет, мы ту общую не выбрали там. А можно было так сделать? Да, можно выбрали. Но дело в том, что там не всегда бывают свободные ящики, загрузка у них большая. Просто нам проще всего это возле офиса прямо в ящик УСПС кинуть. А, ну да, надо просто почту бросить. Ну да, да. А что, получается, почту бесплатно? Да. Это оплачивает Амазон возврат. Ой, господи боже мой. Ну, хорошо, ладно. Что теперь делать? Ну, я думал, что мы пойдем в магазин и какую-нибудь ячейку запихнем. Ну, раз так нет, значит нет. Ну, мы можем попробовать еще раз выбрать опцию, я не знаю. Не, ну не надо уже, ладно, уже сделали, бросаем в ящик. Все, друзья, значит... Мы это дело обмоем, смежим. Да, нам вот тут принесли... У нас сотрудники любят делать такой смуси. Да, можно назвать смуси? Да, наверное, да. Давайте мы за успех, значит, общего дела. Смуси хорошая, друзья. Вот, вернем книги, потому что обидно. Не то слово. Ну что, друзья, это вот упаковано в бумажечку. Да. Бумажечка в коробочку. У нас коробочки есть, мы не выкидываем, у нас есть упаковочный материал. Кладем. Да, мы аккуратненько положим, положим, да. Сверху притопчем. Мы дадим книге вторую жизнь. Да, может кому-то пригодятся. Действительно. Вот так вот сделаем. Так. И прилепим вот такой плейбе сейчас. Подождите, а может быть ему пленочкой какой-нибудь его лепим? Сейчас скотчем я сейчас его возьму. Да. Вот, друзья, идем мы. Покажите лейблочку. Да, все готово. Упаковали крестинку. Знаешь, мне там напоминает песня такая была. Сделана отметка на стакане, и укромный найден уголок. Вот это у нас отметка сделана. И лежит в кармане засыхая, на троих разломленный сырок. Вот это я помню. А где ж ты, друг, наш третий друг, засыхает плавленный сырок. Мы, друзья, движемся в направлении такой почтовой станции, можно сказать. Мини. Ну, мини, да. Ямщиков там нет, конечно. Да. Вот. Но есть такие ящики, буквально из всех основных почтовых... Служб доставки, да. Служб, а как сказал, служб доставки. Наверное, я не знаю. Да. Посмотрим. Ну вот мы как бы и пришли. Так, 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 так. О! Значит, UPS. А у нас что? У нас UPS. И у нас UPS. Есть еще FEDEX. FEDEX. Мы FEDEX не будем бросать. И обычный. Обычный поезд. Какие? Именно этот стресс. Я извиняюсь, обгаженные птичками. Ну, наверное. Почему-то птички гадят вот именно на государственные ящики. А вот на частные службы нет. Ну, вот как бы все готово. Так, давайте. Вот так ставим. Да. И туда ее. И... Вот так, оп, упало. Упало. Смотрите, говорят, в 5-10 пьем заберут. А сейчас показываем. В 5-20. Да подождите. Уже опоздали. А, он говорит, picked up. Да. Ну, уже завтра заберут. Ничего страшного. Заберут завтра. Наше дело скинуть. Да. Все. Все.